Все это личное, бесконечные проблемы в американо-российских отношениях объясняются, помимо всего прочего, личной неприязнью лидеров. К примеру, симпатии между Бараком Обамой и Владимиром Путиным не возникло с самого их знакомства. О настоящем и будущем американо-российских связей сегодня в Москве рассуждали историки. Николай Старобахин посетил Международную научную конференцию президента США и правителя России. 17 ученых из ведущих университетов мира, три лауреата Пуллицеровской премии. На эту конференцию американская сторона привезла представительную делегацию. Россия ответила тем же. Несколько дней лучшие умы двух государств обсуждали президентов США и правителей России за последние 300 лет. Говорили в основном об истории, но так или иначе возвращаясь к современности. Ведь и сейчас диалог России и США во многом зависит от диалога президентов, а личные отношения нынешних глав государств, очевидно, не сложились. Они скудные. Посмотрим, как это будет с нашим новым президентом. А теперь вы станете меня спросить, кто будет следующий президент. У меня впечатление, что некоторые думают в России, что отношения между Путиным и Трампом, если он станет президентом, будут лучше, чем если Клинтон выиграет. Но я бы не стал с этой главой. Но причины эскалации не в личной антипатии, в глобальных интересах стран. А за эти столетия они нередко расходились. Разные подходы к своей роли в мировой истории, имперские амбиции двух государств и агрессивная внешняя политика, как способ заработать очки во внутренней. Все это никогда не шло на пользу двусторонним отношениям. Тут много можно говорить, почему такие не просто сложные отношения, а плохие отношения. Мой ответ, если брать один большой и крупный ответ, это, конечно, проблемы геополитики, которые видятся по-разному и американцами, и нами. У Путина и Обамы много отличий во взглядах, действиях и поступках. Они по-разному представляют то, как надо защищать национальные интересы. Я не судья, но убежден, нам нужно понимать и уважать позицию друг друга. Накануне конференции один из ее организаторов, Александр Чубарьян, дал интервью про правительственной газете, где обвинил западные СМИ в информационной войне, подчеркнув, что атака на страну сейчас мощнее, чем во время холодной войны. Но сегодня он, уже глядя в глаза американским коллегам, был не столь категоричен и призывал скорее к информационному миру. На нас информационно очень сильно идет давление со стороны средств информации разных стран. Телевидение, газеты, журналисты. У них есть свои приемы и правила. Я не всегда доволен, как и наши информационные службы тоже обостряют ситуацию. Но надо стараться обеим сторонам понять, что информация сегодня может сильно портить климат. Ученые двух стран призвали руководителей государств искать точки соприкосновения и при создании будущего не забывать о прошлом. Уж историки о важности этого знают, как никто другой.